А я стою, чего-то жду, а музыка играет и играет. А я стою, чего-то жду, а музыка играет и играет. Идет вот этот вот клоун впереди, да, наискосок, вау, наша команда выиграла, наша команда выиграла, я еду за ним, понимаешь, притормозил, он идет в этих затычках, понимаешь, ничего не слышит, ну елки-палки, ну, так вот, походу мне нужно срочно освободить, в какой-то день, 2-3 часа в день, мне нужно с этим парнем пообщаться просто, понимаешь, помнишь, всем привет, вы на канале Наша Жития. В Америке не лайфы, it's my life, и, короче, все это. Студент сегодня решил порвать все. Да, он просто меня сейчас убил, я сраблен и думала. Кот, скажи мне, во что я была одета в прошлую среду? Так, на скидку. Нет, я не помню, мы можем влог пересмотреть. Не, зайка, без блога. И заметь, я твоя жена. Короче, в прошлую среду у нас было задание, нам раздали по классу успеха описание, какая проблема есть у студента. И мы должны были пойти, найти в нашем кампусе того, кто может решить эту проблему. В нашей команде по успеху я, парень 18 лет, девочка 18 лет, еще одна девочка была, но она заболела, в тот день мы все это решали втроем. В общем, на что я обратила внимание. Этот мальчик, да, он все время делает тонкие, ну как, комплименты нашему профессору. Когда мы пришли в центр, где нам, ну нашему студенту помогают решать проблему, он сделал девушке, которая для нас тур делала по этому центру комплимент. Как только мы зашли в библиотеку, он сразу парню на ресепшене говорит, блин, говорит, классные у тебя часы. В общем, такой вот тонкий подхалим. Значит, сегодня мы сидим, у нас сегодня была презентация, и по итогу мы голосовали, какая команда лучше, типа, раскрыла, как решить для воображаемого студента проблему. Ну и, в общем, у нас какая-то там пауза, и пацанчик нас так осмотрел с девочкой, да, и такой говорит, слушай, говорит, я заметил, он на меня, говорит, что? В вашей команде? Да, да. Он говорит, я заметил, у тебя много обуви, говорит, знаешь, моя любимая пара, котик, джинсовая, с золотистыми носочками. В смысле, его любимая твоя пара? Да, я такая стяжу, да. Я говорю, ну да, я люблю обуви, у меня ее действительно много, говорит, это моя первая профессия. Он делает, мне, говорит, так интересно. Он вписать хочет или нет? Я не знаю, да. Короче, да. Вы красавчик просто. Что-то там бра-бра-бра, он на девчонку говорит, слушай, говорит, ну а что, парень-то работу нашел, помнишь? Там какой-то что-то разговор, что ее парень долго работать не может, она должна платить. И этот знает где что? Да. Он говорит, я тут подумал, может быть, говорит, учитывая, что он еще, типа, несовершеннолетний, это был бы хороший вариант, какую-то работу ему втюхивают уже. Эта сидит тоже такая, ааа, да. Что-то он, короче, бра-бра-бра, дошла учительница проставить в печати, что мы заполняем верно бумаги. Он ей говорит, профессор, говорит, как ваш сын адаптировался в Беркли? Я уже думаю, ну, пацан, все, добей меня, да. Ну, в общем, наша команда победила. Мы лучше всего раскрыли, вот нам учительница дала по конфетке, которую только что съела. Она очень маленькая, только скажи. Выходим из кабинета, идем. Ну, я такая, шаг-то ускоряю. Он торопится, я говорю, ну, так, верю, у меня муж там забирает туда-сюда. Он говорит, ну, еще раз, говорит, хотел бы вернуться к туфлям. Говорит, ты знаешь, говорит, но под ту леопардовую кофточку они, говорит, смотрятся просто класс. Говорит, я все время, говорит, вот любуюсь, типа. Я вот реально, когда говорю, ну, ты извините, типа, говорю, я бы с удовольствием, ну, типа, муж ждет. И вот я пока сразу до паркинга думаю, ну, спрошу у тебя, во что я была одета, блин, вчера. Да ты не вспомнишь, во что я вчера была одета. Я вспомнил, во что ты был раздета. Ну, вот у него надо курсы взять, во-первых, как он запоминает это все. Он просто красавчик. Кто с кем обвинился, кто у кого развелся, кто во что оделся. Тусли мои он помнит. Ты что, получается, когда в классе шаппар, ты еще и туфли успеваешь посмотреть? Я тебе говорю, он постоянно делал, учительница, у нас учительница, это профессор по успеху, она очень много носит бижутерий, и она ее постоянно меняет. Я вот, ну, я не знаю, наверное, она каждый раз новая. Но я не могу сказать, что я на этом сосредоточена как. Он ей все время, ой, такое, типа, красивое украшение, ой, а это какой камень? Ну, вот, ты понимаешь, подхами. Мелкий. Ну, по годам мелкий, по размеру, нет. Ну, это просто, ну, замечательный чувак. Очень приятно вообще. Мне кажется, что вот он какие-то вот книги читает, да, но вот я же это, типа, 10, типа, там, способ расположить человека к себе, сделайте, я могу научить тебя, как найти путь к сердцу женщин. Человеку приятно с тобой общаться, когда ты, ну, допустим, тихонько, ну, не совсем уже как идиот, а тихонько копируешь его жесты. Ну, я думаю, что он это очень хорошо на всех нас тренирует, короче. Ну, я же тебе говорю, что вот сегодня мы, получается, она в начале класса просмотрела, что у всех заполнены бумаги по этому проекту. И потом каждый член команды вставал, мы должны были быстренько определиться, кто будет презентовать какую часть, и рассказывали. Мне бы пора рассказать, какие дополнительные сервисы есть в этом, в библиотеке и в студенте, верно, короче, блин, там, где тебе помогут во всём. Вот, кто-то рассказывал о полицейских в нашем кампусе, кто-то о хэл-центре рассказывал, ну, в общем, и потом про вот это вот онрайн голосование, мы все вместе посылаем смс на телефон, который учительница говорит, «Входим в систему нашего колледжа, и она выводит, допустим, проголосовать за такую, за такую команду, набираешь просто, посыраешь, допустим, пенсии, и сразу же онрайн видим, кто больше набирает, ну, и по итогу мы с ней работаем. Молодцы. Мы стараемся. Рассказывай, что отмочила географица. Ой, географица вообще неприятный человек. Как день? Понедельник, как начался понедельник? Да, давай скажем с того, что это не только географица так делает, это все зависит от преподавателя. Некоторые преподаватели, короче, сегодня у Сережи меня привез на занятия, я зашал в кампус, смотрю. Тридцать? Да, очень много кто со второго этажа идет, и я-то студентов уже своих узнаю в лицо. И потом девочка ко мне подходит, говорит, да у нас полотканцы по географии. Отменя. Я говорю, боже, отказа, ну, я на русском сказала, да. Она такая, говорит, ну, там висит бумага, нужно записаться. Я говорю, ну, ладно, я пока подымалась, позвонила Сереже, говорит, что, типа, я, как бы, тут абсолютно свободна. Надо обязательно бумагу записать, свой имя и фамилию, что ты, типа, был, пришел. Но я считаю, это нечестно, потому что она же не стоит в дверях, и каждому не говорит, класс канцелет, класс канцелет. Она просто взяла и не пришла. Она позвонила куда-то в офис, потому что я видела, как это делается. Звонят в офис, и ходит не учитель, расклеивает, что раз канцелет, а, ну, работник какой-то, просто. А она потом заберет эту бумагу и посмотрит, кто пришел, кто не пришел. Ну, раз ты не пришла, значит, честно, было бы, чтобы и мы об этом узнали. Даже если это эмердженция ситуация, у нас у всех есть имейер, мне кажется, она помогла нам сообщить об этом. И тут уже, кто раханулся и не проверяет по утрам свою мэру, тот пришел и расписался, или увидел эту бумагу, что класс отменен на сегодня. Но по отношению к другим, я считаю, что это нечестно. Просто почему нас особенно возмутил этот случай? Потому что, ну, во-первых, такая практика уже была, и практиковали ее по-разному. То есть вот ситуация была в прошлых семестрах, когда учительница заранее объявляла, сообщала, и ты мог планировать свое расписание. То есть, ну да, типа, у тебя сегодня учеба, но учится очень... Она начнется на 2 часа позже. Да, учится много взрослых людей. Кому-то лишний раз можно пойти поработать, кому-то лишний раз можно отдохнуть. Так я про это и говорю. Кто-то там что-то с детьми, кто-то где-то еще что-то. Потом, опять же, в колледже очень много студентов ездят либо на своих машинах, либо на Uber. Подъехать туда-сюда, это десятка. Если больше других занятий нет, ты на двадцатку попал, чтобы пойти на дверях и, так сказать, выразить свое почтение. Когда мы обсуждали в прошлом семестре, эта ситуация была тоже, и мы с девочкой сидели, потому что у нас у обоих получалось и домой уже не вернуться, и, в общем, мы сидели с ней полтора часа до начала, или два часа до начала следующей пары. Она рассказывала, что она ездит на Uber. Просто почему у нас... Мы не просто обсуждали эту ситуацию, мы, как два брата по несчастью, мы просто не знали уже, чем нам друг друга развлекать. И я начала спрашивать. Я знаю, что она International Student, где она живет. Она рассказывала, что она живет в семье, там, ну, в общем-то, отдельная история. Но факт, что она... Я спросила, есть ли у нее права, и как она добирается в колледж. Она сказала, что она берет Uber. Вот откуда я знаю, что... Ну, и машины мы видим, что Uber подходит. А я сколько увожу студентов? Ну, я считаю, что преподаватель поступила нечестно, что она могла послать имейлы. Преподаватели, которые очень-очень ответственные, да, они мало того, что посылают имейлу простой, у нас же еще у всех там телефонные номера от миссис Брикс, которую я обожаю, даже смс-ка приходила, чтобы рассказать. Ну, ей как бы не тяжело было послать, чтобы люди не шли там, не ждали и не сидели. А другое еще фигня бывает в том, что, допустим, у тебя уроки в час одна пара закончилась, следующая в два. Ты приходишь, сидишь, а без 15 и 2 ты видишь работника, который вывешивает бумажку, что раз на два часа оканчивается. Зачем ты 45 минут сидел там? Боже, непонятно. У меня вот почему. Все казалось. Поэтому... Только один мальчик этот хороший. Это тот, который, ты говорила, что вот когда меняла эту девочку, которая с тобой общаться не захотела? Нет, нет, нет. Это другой, другой. В общем, кто видел влог про то, как нам не доставили посылку, вот это, опять же, повторяется ситуация, немножко в другом. То есть, ну, у кого-то есть... Технически она может так делать. Нет, она может, да. Но мне кажется, это по-человечески. По-человечески, по-человечески. Она прекрасно понимает всю ситуацию, и она могла бы сделать уже студентам нормальный выходной. Правильно? У нее до нас пара есть, которая начинается в 7.40 утра. И люди приперли на нее. Получается, тоже пришли, а класса нет. Вот представь, во сколько человеку нужно туда ехать, все, чтобы в 7.40 начать. В общем... Поэтому давайте будем все добрее. Будем отвечать за свои поступки и делать так, чтобы не только нам было удобно, но и другим. Какой ты добренький. Вот Марина обещает... У тебя все время надо подкармливать походных с университетами. Марина обещает каждый раз записывать влог студенческий. Если они будут уставшие. Да. А если кому-то нужен вот такой модный стол с кожаным диваном, пишите в личку, дадим адрес. То есть, видите, ну, конечно, там может и диванчик потрепанный, и столик потертый. Но если диван потрепанный, то стол на первое время, вот, например, когда ты вселяешься в апартмент, и у тебя нет стола, то колбасу с хлебом можно нарезать или с салом, правильно? Я вообще такую мебель люблю. Ждаю, красивую поставить. Но ручки нужно ставить такие, знаешь, как кованые. Красивая ткань. Ну, найти можно. Вот. А бывает порой выставляют очень даже хорошую и мебель, и технику. И вот наши соседи, они уже на балкон к себе много чего перетягали, сегодня у них появился тренажер. Я думаю... Мне интересно, когда у них на балконе место закончилось. Ну, так что вот такие дела. Ну, все. Всем, кто посмотрел это... О наших соседях можно записывать отдельный блог, да. Он будет грустный, он будет веселый, он будет со слезами на глазах. Короче, наши соседи думают, что они хорошо в караоке поедут. Подожди, подожди. Одни стулья они принесли с улицы на балкон, они простояли там зиму, и потом они их выкинули испорчены. Не, ну ладно, стулья, это их не дело. Но вот когда они караоке поют, когда девушка начинает петь песню с Титаника... Титаник? Да это хочется делать так вот. Титаник, наверное, еще раз хочет тонуть. Титаник начинает тонуть, не доплыв до айсберга. Разворачиваются и грибут в другое стопо. Айсберг тает, начинает. А наша еще надрывается, она тянет, все вот, блин, ну, кажется, перестаньте мучить котенка. Ну, это ужасно просто. Ну, на мой взгляд, ужасно. Я, конечно, не особо в этом разбираюсь, но... Да не, это ужасно. Как не разбирайся в этом, ты все равно ужасно. Поехали к Тануфе. Ну так, поехали. Вы были на канале Наши с Устаней. Милайф из Майлайф. Всем хорошего настроения. И увидимся в новом плоде. Пока-пока. Бай-бай. Субтитры сделал DimaTorzok